всем привет друзья с вами варчик я посмотрел видео сами знаете кого и это меня натолкнуло на создание вот этого видео в котором я помогу вам выбрать танк для рановых боев поскольку я должен это сделать это сейчас необходимо и вы должны это знать чтобы выбрать нормальные танки чтобы союзники которые у меня есть команде ездили на нормальных танчиках они на всяком тряпье и так погнали для того чтобы выбрать танк в ранговый бой нам нужно понять какие бои нас ждут а бои нас ждут такие что три вещи мы будем встречать в этих боях чаще всего первое и наверное самое что главное это позиционные бои а для позиционных боев нам нужны танки которые хорошо себя в них чувствуют а это бронированные танки с офигенными пушками и большим пробитием голдой также не помешает удобства в этой стрельбе ну и чем больше еще остальных параметров тем лучше пусть будет чем не будет следующее что нас чаще всего будет встречать в рановых боях это бодрый rush всей командой по одному флангу для этого нам понадобится что велосипед нет скорость ну и последнее что нас ждет это перестрелка через холмы на голде для этого нам понадобится что голда и башня ну и мышка ну и благодаря этим мыслям мы собрали их в кучу и начинаем думать какие танки для этого лучше всего подходит конечно же арта играя на центре от башни подойдет лучше всего ведь правда же конечно нет ну и лт понимаем да лучше всего подойдут ст и тт для игры в ранговые бои начнем с тяжей поскольку на мой взгляд тяжелые танки подходят лучше всего сначала наверно назову пару танков которые наверное больше всего подходят для ранговых боев это супер конь из 7 2 китайских тяжа это наверное самые агрессивные и дикие тяжики для ранговых боев просто выбирайте на свой вкус и ломаете ранги пополам или свои руки что у этих танчиков есть давайте начнем супер коня ну очевидно что у этого супер коня есть все есть броня есть пушка увн и башня офигенная пробивает голду и хорошо точность просто бомба стабилизация дпм все супер стреляет он чуть ли не два раза пока другие тяжелые танки с большой альфой стрельнут там разочек но при этом при всем едет он так себе и это наверно единственный его минус но он в принципе успевает доехать до перестрелки от башни на фланге а если мы уже доехали то там все супер единственное что за бодрым рашем по флангу он не сильно может успеть следующая и всем ну и всем это все классно но в другой стороне классно едет максималка броня лучшая башня в ретры были это оливали но всунули туда какой-то кактус вместо пушки и стреляют он иголочками пробития тупо не хватает все хорошо выси седьмом и некоторые люди просто полностью все ранги проходят на оси седьмом но это надо должность на руку проявить и я вам скажу играть против супер коней на оси седьмом это это просто жесть ты их не пробиваешь они тебе в щеке голдой по кд поэтому должность на рука это для со 7 там позиции надо специфически выбирать на и седьмом тяжело но если научиться можно но и китайские тяжи это что-то между 113 большая с тэшка бронированная которая носится быстро но башня посередине не сильно удобно если вы скилловичок вы в принципе сможете и танчик бомбический если низкий ловичок то как бы не ваше в за 111 5 а это уже поудобнее там у венчики нормальные и в принципе ездит хорошо то и 113 ездит хорошо и пробитие у них у обоих кумулем 340 просто силуэт куда попал там и дыра особенно в япончиках и в немечниках в принципе тяжелый танк подобрать себе не тяжело еще хотелось бы отметить т-57 х и шо это такое вообще а это бронированный медленно ездящий тяжелый танк с хорошим пробитием на кумулях башня немного там что-то отбивает удобно от башни пушечка наклоняется и пробитие голдецом нормальные но не ездит очень быстро вливает барабан и также быстро заряжает следующий чтоб еще быстрее влить следующий принципе огонь все супер в позиционке чувствует себя хорошо чтобы быстро по фокусу влить кому-нибудь барабульку но тоже нужна должна остановка потому что медленный то есть в тяжах выбора просто завались все они классные все офигенные можно себе подобрать какой-нибудь для оппозиционных боев в ранговых боях бои в боях следующее что хотелось бы затронуть средние танки ну средние танки что мы с чего начнем конечно же ст ссср советские совки просто любой какой нравится такой бери я отмечу 907 и 430 у это самые бронированные дикие стэшки просто жесть но опять же там надо заряжать кумульчики уметь играть целиться ромбики шмомбики подвижно агрессивно играть если вы на них умеете то принципе этот видос вам особо то и и ни к чему вы просто подтвердите что вы умеете выбрал офигенный танк следующее что хотелось бы отметить это патта обзор башня уэн и пробитие кумулем все принципе нормально средняя подвижность нормальный принципе танчик и от башни немножко может против высосимых которые не пробивают и пробивает к мульчиком плюс обзорчик лишний обзор для опыта не помешает ну и чисто от себя так и 50 м так на пол рубля иногда можно поиграть но как же его все пробивают это конечно жесть ездит хорошо пушка овощи а вот кумуле пробить все в нем хорошо но когда видят е50 м все сразу на него пушку поворачивают пух-пух-пух учета уже половины и 50 м а то и почти всего нету и как вы такой типу морозор где броня ну так пока до этого не дойдет танк огонь как только в него начинают стрелять что-то начинается больно вот в принципе по этим параметрам вы можете выбрать для себя танки для ранговых боев не какие-то там бабахи ватные они вам позиционки не помогут вы только одетая нос высунете вас сразу пол головы отвалятся какие-то там птш мате там какой твп бат и ну такое на них в позиционках вообще нереально только там в конце боя там подъехать барабанку от раздать апонтус этого уже нет бой уже закончился без вас вот такие мои советы для вас пишите в комментариях какой вы выбрали танк для рановых боев и помогли ли вам мои советы с вами был арчик играть красиво пока и Субтитры сделал DimaTorzok